ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гомельские воротовальники выиграли международные споборництвы на Кубок Дружбы. Лето скончилось, а тепло засталось. Синоптики прогнозуют солнечный и ясный початок вересня. А зараза б гэты меньшим, больш подробязна. Сегодня у научальных установок Гомельской области знову прогучали первые звонки. На врачистые линейки пришли амаль 153 тысячи школьников, 16,5 тысяч, з яких першоклассники. Управнание с минулым годом их колькасть повеличилась, что дозволило додатково сформировать еще 20 классов. Урачистости с нагоды Дня Веда у средней школе номер 2 города Турова сегодня наведали премьер-министр Беларуси Сергей Румас и старшиня Гомельского Абловы-Канкама Владимир Дворник. Подробязности в материале Олега Синцерова. У Туровской системы эдукации великой истории первая школа тут была побудована еще в 1567 году. По загаду князя Константина Астровского, далече местового урадженца, занятки в сучасном будинке ведутся за 1971-го. Сирот наученцев гэты школы, специалисты местовых предприемств, новоковцы, державные дзеющие. На урочистой линейце у другой Туровской средней школы, клясть 170 наученцев, 15 заяких першоклассники, звичайно непоседливые, зараз сирот утих в учню, и они бы дают самые спокойные. Не меньше за детей хвалюются и их батьки. Катерина Шахрай кажется, что до школы рыхтовались старанно, а тому, видимо, сподяется, что первые школьные дни першоклассникам запомнятся только приемными ураживаниями. Очень хотел, так же, как и мы, ну, как готовили. Волнуемся, конечно, очень первый раз, первый класс, но, я думаю, все переживем, все будет хорошо. Гэтая линейка наученцам и наставникам другой Туровской средней школы запомнится надолго. Сирот гоноровых гостей свята, премьер-министр Беларуси Сергей Румас, приезд к керевникову Рада Менавита у гэтую школу не выпадковый. 42 года тому Сергей Румас пришел сюда у перший класс. Сегодняшний день для его гэтая еще и приемная вспоминная в детстве. И у якости подарунка от премьер-министра, сертификаты на интерактивную дошку и спортивный инвентар. Я еще один подарунок от старшиня Гомельского оборудования Владимира Дворника. Компьютерный класс, умовы на вычание у городских и сельских школах не повинны адрозниваться. Это принциповая позиция керевника региона. Создать равные условия для любого региона для получения образования. И если еще недавно, лет 5-7 назад, по уровню тестирования сельские школы, районы уступали крупным городам, то сегодня мне приятно констатировать, что ситуация кардинально изменилась. Сегодня сельские школы являются по уровню тестирования, по оценке тестирования, выше, чем крупные города. И это радует. У этой научальной установки школьный сад займает на полно-коляд третьей территории. Сегодня он пролечился еще больше. Премьер-министр Сергей Румыс и старшиня Гомельского оборудования Владимир Дворник разом с лучними молодших классов и их батьками посадили пихтовую аллею першоклассника. Еще просто несколько хвилин, встреча с будущими выпускниками, размыва, выборы будущих профессий, перспективы развития Турова и умов, которые необходимо створать для утибакового развития молоди. К рыху позднее Сергей Румыс об школьных годах узгадая еще раз. Детство наше отличалось от детства сегодняшних детей. У моих дедушки и бабушки не было телевизора в доме. И тогда все дети, у многих, кстати, соседей, я даже не знаю, у кого тогда был телевизор. И дети проводили больше времени на улице, зато росли здоровыми, ловили рыбу, гоняли в футбол. Поэтому воспоминания очень хорошие. И каждый год, бывая в Турове, я вижу, как благодаря усилиям местных властей Туров преображается. Конечно, толчок дал и Туровский молочный комбинат. И я горд тем, что приложил руку к тому, что на моей малой родине в 3000-м Турове построено самое крупное в Республике Беларусь предприятие по производству сыров. У перший день нового научного года у школьников у сего один урок, присвеченный году малой родины, у понеделок, и они приедут в свои классы снова. У Туровской средней школе номер 2 начнутся полновартостные занятки. Алексей Теров, Евген Макеенко, телераду и компания «Гомель», Житковский район. Первого вересня на Гомельщине свои дверы для наученцев отчинили две полностью обновленные школы. У Житковичах и у агрогородку Сталбун Ветковского района. Особливо урочистая первая линейка стала и в школе номер 1 города Ветки, якая носит имя Андрея Громыки. Все лето в установе исполняется 150 год. Поменьшовать наставников и наученцев приехал выпускник школы, наместник премьер-министра Беларуси Игорь Петрышенко. Подробязности у Дмитрия Котова. Готая школа находилась на реконструкции некольких годов. Наученцам приходилось ездить у соседней Святиловичи. Отлеглость у 9 километров не была серьезной пирожкодой. Однако наставники и наученцы у один голос цитуют святомую приказку. У гостях добра, а дома лепш. Школа у нас впервые была в 1972 году открыта. Значит, это была экспериментальная школа, с блоком сделана. Поэтому в результате она была в аварийном состоянии. Остались, короче говоря, одни стены от старой школы. Все остальное было сделано. То есть мы в этом году получили новую школу, новую современную школу. После реконструкции, на которую было выдатковано каля трех миллионов рублев, школа изменилась до непознавальности. Традиционный школьный звонок, перерезывание стушки и першими порог школы переступают самые маленькие яенобученцы. За ими усе остатние. Усяго за парты сядуть каля 80 детей. Новые учебные классы, мебель, парты, спортивная зала и столовая. Можно смело казать, что столбунская школа ни учим не соступая городским установам. Для поспеховой учебы створены усе необходные умовы, які відповідають сучасным стандартам. Саме главное, щоб наші діти училися достойно, щоб вони розуміли, що робить для них держава. Щоб вони не тільки могли розуміли, що треба головне строити, але сохранити і приумножити. Тому головне, щоб вони відчувалися комфортно в цій школі, щоб вони приходили з настроєнням, уходили з настроєнням, ну і достойно училися. У Рашиста і масштабно святкують День Ведаў у середній школі номер один города Ведки ім'я Андрея Громыки. Установа одна со старейших України. Все літаєю исполняється 150 год. Особливе хвалявання під час линейки у 11-ти класників. З усім худко, їм придіться покинуть стены родной школы і уступить у дорослая життям. Я з першого класу учусь в цій школі, і мені як-то грустно розуміти, що це остался останній год. Я познакомився з многими людьми, з моїми друзями, і грустно розуміти, що я ухожу вже через год во взрослую життя. На урошистостях присутніша і знакоміта випускник школи, намісник прем'єр-міністра Республіки Беларусь Ігор Петрушенка. Його життєвий шлях – приклад для наученців того, що з допомоги пленой праці і стараності можна многого досягнути. Пасля завершення лінійки Ігор Петрушенка пройшов по калідорах родной школы і знайшов час, каб у теплій обстановці пагутарийце своїми былыми наставниками. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокампанія Гомель, Вєткавський район. Урочистыми лінійками початок нового навучального года сёння сустрелі не толькі школьнікі. Першого вересня так сама знаменальна дата і для сёлітніх першокурснікаў. У їх пачынаецца самостоўнае жыцё, напаўненая новымі ведамі, адкрыцціями і здаясненнімі. Як сустракаліну вазпечэных студэнта ў Гомельскім зяржаўным універсіце ім'я Франциска Скарыны? Раскажа наш карэспандэнт Вероніка Варашэліна. У гэтых молодых, прыгожых і амбіційных дзявчата ёнакоў 11 приступок школьнага жыцця ўжо заплячыма. Тепер яны паўнаправныі студэнта адной із прэстыжных ВНУ нашай краэны – Гомельскага дзержаўнага універсіцета ім'я Франциска Скарыны. Іздаецца хвалівацца ўжо няма апчыма, аднак урочистосць моменту абавязвае. Падтримаць першакурснікаў ў такі адказны дзень сабраліся кераўнікі і выкладшыкі установы, а так сама гоноровыя гості. У их ліку намеснік прэм'єр-міністра Республіки Беларусь Ігор Ляшэнка. І он і сам выпускнік экономічнага факультета ГДУ ім'я Франциска Скарыны. У сваім звароті да молодзі узгадав, як больш як 20 гадоў таму так сама стоял ў радах першакурснікаў. А я ще адзначував, што студентські гадыча широких махчымастў і перспіктив, пошуку меты, цікавых сустрэч і творчай реалізаціў. Ігор Ляшэнка пажадав першакурснікам не гублять ні одной хвіліны ў сваёй адукаціў, бо лишніх ведов не буває. Я как чоловік, який уже пабыл руководителем предприятия і отраслі, і вот сьогодні работаю в правительстве, я скажу, что катастрофически ещё не хватает знаней. Поэтому своя речі к первокурсникам я абсолютно откровенно сказав, что этот процесс бесконечен. Поэтому второе моё откудровенне пожелание студентам – не теряйте время, і хобби должны помогать той професії, которой вы хотите заниматься. После урочистой линейки наместник премьер-министра Беларуси Игор Ляшэнка наведав стены родный альмаматор. Йон ознайомився с учасными умовами налучаў студентів, а так само музейными экспозиціями установы. Сярод наибольш колоритных адукаційных помяшканню – кабінет китая знавства Института Конфуція ПрГДУ. Тут на факультатывной основе ожитявляються навучение студента умови і культурным традициям поднебесны. Дареші занятки проводять їхні посредні аносьбіти. Вывучение китайской мовы зараз набирає великую популярність во встановах адукації. А тому студенты-выкладчики університета организують і выязные, а знайомленші навучальні мероприємствы. Дареші не тільки показують премудрость чайной китайській церемонії, облачённые в китайські костюмы, но і демонструюють своё знання і умение, відношення китайської кухні замечательні. Заразі проходять і мастер-класи по каліграфії китайській. І я думаю, що через такого рода мероприятия, через такое приобщення к культурі, распространення китайського языка в нашому регіоні, у нас на Гомельщині, буде иметь хорошу перспективу. На приконці свого візиту намеснік прем'єр-міністра Республіки Беларусь Ігор Ляшенка сустрівся со студентами і вкладчиками економічного факультета. Говорка йшла об сучасних беларускіх інноваціях, праоритетах промислової галіни країни, взаємодійній ВНУ і предприємств. Ігор Ляшенка отказав на питанні присутних, пасля шагу пажадав студентській молоді ставіть мети і обов'язково їх досягать, без перапына поповнять свої веды і мкнуться, удосконалюватися у обраній справі. І он підкреслюв, що мінавіта від представніков молодого покаління залежить ліс і будучення нашого агульного дому, країни з багатай історою і самобытной культурою нашої родної Беларусі. Вероніка Варашиліна, Павел Антонов, Телерадо, компанія Гомель. Школьніки регіона протягують отримлювати подарунки до Дня веда. Сьогодні депутаты Гомельського обласного совета наведали два дитяча дамы семейного типу у новобеліці. Школьні заплечніки, мячы і ласунки даліка не увесь спіст того, що підріхтавалі для дятей шановні гості. У гэтаю раніцу і нынні скупіліся на слові клопоту і підтримкі сем'ям таболічаў і рабських. Неспроста ми выбрали 1 сентября дамы семейного типу, так як ми депутаты государства, неразделимі люди. І ми с удовольствием сьогодні поздравили родіті, ребят, с началом учебного року, пожелаю їм успіхів, здоров'я, щоб діти як можна лучше училися, радували своїх родітей. Ми дуже благодарні, тому що про нас не забувають, нам дуже часто оказывають допомогу, нас не забувають і отдел образування, і адмінистрація города Гомеля, і інші 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 організи. Нам дуже часто сладкі сувенири передають для дітей, 1 сентября рюкзаки. І, звісно, це дуже нужне, хороше діло, тому що наші діти, вони нуждаються в цьому. Творчий подарунок для гомельських школьників подрихтовав обласний драматичний театр. Одразу пасля врачистой лінійки школьників центрального района запросили на спектакль «Казку. Лятучий корабель». На сцені розгорнулося грандиозне шоу з прихожими декораціями і костюмами, музичними і хореографічними номерами, светловими спецэфектами. Почас прогляду спектакля діти сустреліся з простодушними ванами хитрым полканом, капризной царевной забавой і наївным батюшкам-царом, а так само веселым хорам бабок-єжок. Пастануўка падається як вершаванай опавядання і уздымаець продвечна актуальні темы «Добра і зла чоловечых адносінаў». У Хойніках завершила роботу выстава «Край маўго дятінства». Яе аутар заслужены дзеў мастацтва у Республіки Беларусь Владимир Гардзеянка ў гонар гэтай падзея перадав районному краизнаўчаму музею некалькі сваіх работ і книгі па мастацтва знавстве. У дзеяніками падзея стали нашы корэспандэнты. У Владимир Гардзеянка – мясу вураджыніц. Усё свае жыццё ён прасвятіў мастацтву. З яго творчыццю добра знайомы во многіх краінах. Не хлядзешы на сусветнае празнання, мастак ніколі не забываў прасваю малую радзіму. І знаходзіў час, каб праеўаць ў Хойнікі. На выставі «Край маўго дятінства» больше актрысыць работ. І аны адлюстровуваўць ўспаміны мастака об родных мястінах. Моя память остаётся людям через художністіні образы, через картины, пейзажи, портреты, натюрморты, которые все здесь в той или иной мере представлены. Особливое место у творчости у Владимира Гардзеянки займаю портретный жанр. На свае палотну ён перанёс в образы Веры Харужай Петруся Брокі і Константіна Заслонова. Праца над многіми картінами выклікана асабістымі перажуваннямі. Напрыклад, вось гэта работа – портрет солдата Велікая Чынны. Яху прототып – реальны чылавек, дваюродны брат мастака. Чмат работ прысвечена і другое хвалючай теме – Чарнобыльскай трагедии. Владимир Гардзеянка не аднаразова пасля катастрофы бываў на Палесі і навад наведваў зону адшужэння. Адзін створа ў напісаных пасля авары «Чарвоные дрэвы». Гэтую картіну някалькі гадыў тому президент Беларусі Александр Лукашэнка падарыў керувніку Межнароднага Олімпийскага Камітэта. У планах у Владимира Гардзеянкі створы сіяя рэпродукцію для Хойниського музея. Я как бы угадал силу природы. Деревьев, натура, красных таких не бывает. Человек краснеў только от натуры, от какого-то напряжения сильного. Оказалось, нет, бывает. Когда осталась небольшая только кушка деревьев перед Чарнобылем, они красные стали. Работы Владимира Гардзеянкі зараз находятся у Национальным Мастацким музея Беларусі, а так само у приватных коллекциях у нашей краине, России, Франции и США. Цепер некалькі картін з'явіліся ў фонде Хойниського районного краязнаўчага музея. Нам очень приятно принимать у себя такого значимого для нас гостя, как Владимир Титович Гардзеянка. И в год Малой Родзіны он про нас не забыл, посетил нас со своей большой выставкой. И также презентовал нам несколько картин. Дмитрий Кота, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Хойнікаў. Проверка на трывалость, худкость і професіоналізм. У «Гомелі» пройшли міжнародные спаворніствы по пожарно-воротовальным спорці на Кубок Дружбы. У делу им традиційно прымаюць команды з Гомельской і Бранской областей. Сё ле тада их долучилася команда со Смаленска. 30 вратовальніка ў Перадольва лі тры конкурсных выпрабавання. Стомятровку з пірашкодами, уздым на четвертый поверх в учебной вежі і боевое разгортвання. Кубок Дружба ў гэтым годзе пройшоў ў сорокавы раз. Традиційны для супрацовнікаў МНС-поборніствы не толькі спортывны поэдына, калі і макчымасць обменяться вопытам і умацаваць ёброўскія адносіны. Ребята, не глядя ни на які там границы, і такие препятствия, все, всегда рады друг друга видеть, всегда с удовольствием общаются, соперничают по-настоящему. Ну, пожарный спорт, он чем интересен, что, ну, как говорится, дорожка выравнивает всех. Сегодня мы дружим, обнимаемся, руки жмем і в той же момент становимся на дорожку, и кто первый прибежал, тот чемпион. Ну, а здесь никаких нет ни обид, ни преград, ничего. І в конечном итоге, это кубок дружбы, он так и называется, что тут нет победителя, нет проигравшего. На высшем уровне гомельская земля принимает гостей из России. Большого спасибо за прием. И хочется пожелать в этих соревнованиях, чтобы победил сильнейший. Ну, как кубок называется, пусть победит дружба. По выніках командного заліку бронзу отримала команда Смаленской в області. Сребра – воротовальники Збранской в області. Золотые медали – сёмый год запар у команды Гомельской в області. У ее составе до речи выступал Александр Макарчук, двухразовый чемпион света по пожарно-воротовальным спорте. В Речицком районе у лесу выпустили 60 высокородных оленев. Таким чином, мехагульная колькасть у природного сяродзі региона досягнула прикладно 450 живел. Одновлением статку на Гомельщине займаются 2004 год у рамках республиканской программы «Белорусский лес». У Речицкий район каля 40 живел привезли 9 месяцев тому. З уликом отримана газа гэты час потомства, дажни у неречицкий статок оленев повеличился до 60 живел. Каб патримать их удалейшим, палеоничцы организовали некальки кормушек и над ним спалев посеяли рапс. У Речицким райвыконками нават агучивают планы об створении мясового бренда «Краю высокородных оленев». С обществом охотников и рыболов продолжить эту традицию. Предварительно рассматриваем очередную закупку и размещение на территорию Речицкого района порядка 2019-2020 годах. За позаправное полевание на высокородных оленев продувледжена криминальная отказность. Але у будущейник, али колька сживел повеличится, сдобыть трофей можно будет законно. А проча одновление биологичной разностаенности, разведение оленев у перспективе, мая на увазе яшче и отримание товарыством полевничьих додатковых доходов. В общем-то, уже проводили некоторые экскурсии, фотоохоты. Просто показывали им, что олень в наличии имеется. Вместе с тем, заинтересованность охотников в Германии, Австрии, Чехии в таких охотах на территории области есть. Сегодня распочалась календарная осень. Але теплые речи покуль доставать рано. Ближайшие дни порадуют летним теплом. Ночная температура от 15 до 20 градусов, денная от 25 до 29. По передних прогнозах, сухое и солнечное надворье захавается весь наступный тыдень. Это и так сама иншая новина, вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tevergomil.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин